49 глава книги Прока Иеремии «И сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Раввы, опояжьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Молхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими». «Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне. Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь, Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь. «Объедоми так, — говорит Господь Саваоф. Разве нет боли и мудрости в Фемане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обративши тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего». «Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его и братья его, и соседи его, и не будет его. «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так, — говорит Господь, — вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. «Ибо мною клянусь, — говорит Господь, — что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет вассор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать, — Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда незрин у тебя, — говорит Господь, — и будет едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как не спровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, — говорит Господь, — так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев от возвышения Иордана на укрепленное жилище, но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне? И кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он постановил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их сотрясется земля, и от голосок крика их будет слышен у черного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над вассором, и сердце храбрых и думян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске! Посрамлены Ямав и Арпад, ибо, услышавши скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Вот арабел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей! И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада. О Кидаре и о царствах осорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь. «Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе. И покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут и будут кричать им «Ужас отовсюду!» Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Осора, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. «Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. И верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение. И рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь. И будет Осор жилищем шакалов, вечной пустыней. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Елама, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так, говорит Господь Саваоф, вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. И порожу еламитян страхом перед врагами их, и перед ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь, но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь. Субтитры сделал DimaTorzok